Продукцию Эйпио. Я говорю, что такое элевит? Ну, говорит, не знаю, там какие-то витамины. А там и витамин Е, витамин В9, холиевая кислота и железо. Ну, что-то там еще, но очень небольшой состав. Я говорю, да. Я говорю, а вы знаете, что такое наша продукция Эйпио? Она говорит, ну, не знаю, но мне порекомендовали. Я говорю, да тут наша продукция тоже витамины, минеральные. Давайте вы уже с доктором решайте и идите к эту беременность со своим гинекологом от трех недель и до самых-самых родов. Потому что в ней толк отвечает, что у вас там не хватает, чего вам там надо и чего вам там не надо. Я говорю, беременны можно, но те, которые не получают и химические витамины, или то, или то. Хотя наши имеют преимущество. Понятно? Они не накапливают, выводятся и могут приниматься ежедневно. Элевит, ничего хорошего. Это химия. Это химические продукты, как чужеродные, расцениваются, как ксенобиотики. То есть их для того, чтобы от них избавиться от всяких продуктов, дополнительных оставок этого лекарства, этих средств, организм затрачивает очень много сил, много всяких биохимических реакций, нагрузка на печень, на почки, на сердце, на мозг, на сосуды, чтобы избавиться от этого элевита. Ну, я бы этого элевит сказала бы не принимать, но, ну, простите, он не гинеколог назначен, она должна родить вместе с ней. Теперь я говорю, нет, вы уж мне, пожалуйста, звоните по какому-либо поводу, не сверну с вашей беременностью. Тем более, что я вообще-то, конечно, не гинеколог, хотя и гинеколог тоже была. Ну, вот почему я так смело говорю, что всем можно назначать? Да потому что в синтезе создание этой нашей продукции, IPL, принимают самые современные методы биохимии, биотехнологии, нанотехнологии, технологии, фармакологии. То есть это суперсовременная технология, умное создание этого лекарства. Вот нанотехнология является самым современным методом и в технике, и в создании, и вообще в медицине тоже. И в создании лекарств, и в каких-то технологических процессах, нанотехнологии. В чем вообще преимущество этой нанотехнологии? Это мельчайшие частицы, мельчайшие частицы, комбинация из которых проникает прямо в клетку. А наша продукция еще более универсальная. Получая нанокомплексы, то есть группы, группы нанокомплексы из разных растений, мы с вами не принимая через рот и не проводя их через желудочно-кишечный трав, принимаем под язык, и сразу эти все средства лечебные, необходимые, нужные, сразу поступают в кровь и включаются в работу клетки, органы. То есть раз в клетке, значит и органы. Клетку мозга, значит и в мозг соответственно. Но как бы то ни было, конечно, наноструктуры позволяют, нанокомплексы, группы позволяют создать вот такие лекарственные средства в сверхмалых дозах. В сверхмалых дозах, потому что проникающая способность, ну сразу в кровь, представляете? Это же уникально, как будто внутривенно вводится, это средство. И кроме того, гораздо меньше всяких побочных средств. Вы же видели, всякое лекарство возьмешь, там такая просто, показали вот столько-то, а ослаждение, бог знает сколько. Начинаешь читать его, суды вам становятся, господи, а я-то от чего помру, принимая эту таблетку. Просто в ужасе. Ну просто в ужасе. Влоть до смертельных. И никто ни за что не отвечает, потому что они теперь в торговле. И вообще производство фармацевтическое вообще ни за что не отвечает. Просто поразительно. Они не проводят никакие клинические исследования, потому что это очень дорого. И все идет, и идет это вообще бесконтрольно. И исследуется уже по ходу дела. Берется группа пациентов, которым дают, и группа пациентов, которых не дают. И по ходу дела уже, значит, вот сравнивается. Слепой эксперимент такой, неконкретный. Потому что вот такая система. Надо куда переходить? Здравоохранение, чтобы был кому отвечать. Ну кто будет отвечать за нашу с вами работу? Министр торговли, да ему до лампочки наши существовали. А министр здравоохранения вообще. Тем более. Вы представляете, я слушаю отчет. Слушаю отчет губернатора Подмосковной области. Подмосковья. Воробьева. И он говорит, что мы в бизнесе предполагаем и заложили строительство фармацевтического предприятия. Для того, чтобы наши люди не лечились леденцами. Он еще в глаза не ведет. Но уже кто-то нашептал, что вот есть такие продукты, зарегистрированные как леденцами. Вы представляете? Ну а так нам вам и сказал. Вот и уже дошло до Воробьева. Но ему он это сказал и забыл. Представляете? То есть он не понимает вообще, что говорить. Ему нужно поддерживать наше предприятие. А он не имеет никакой ответственности, никакого отношения. Вот заложил предприятие фармацевтическое, теперь будет выпускать таблетки химические, качественные, но хорошие, но нехорошие. Но отвечает торговля. Ну и говорит, это парадокс. Конечно, нужно переходить в здравоохранение. В здравоохранение я еще не хочу сказать против торговли. У них такие свои законы, свой бизнес, правила, и все понятно. Но все-таки фармация, это уж слишком дорогое удовольствие. Здоровье, это ценность абсолютная. Правильно? Ценность абсолютная. Вот и не за такие деньги, и никаких денег не жалко для того, чтобы его как-то поправить, поддержать и вообще предупредить развитие каких-то заболеваний. Поэтому, удивительно, я прямо обалдела тогда, когда услышала, что губернатор под Москвой говорит про леденцы, чтобы наши люди леденцами не лечились. Да, ну, удивительное дело. Я никогда этого слова не произношу леденцы. Все время говорю дрожжи. Ну, откуда-то ведь прилетело. Так вот, преимущество еще в нашей грузе в том, что... Это, конечно, легкость приема, естественно. Вот применение таблеток, оно никогда не бывает целенаправленным. Да, и подобно бомбе сокрушает противника и все, что рядом. Понимаете? Вот эти нано-комплексы, почему я говорю, они лишены побочных осложнений, таких, как таблетки дают. И видели, что во всяких осложнениях, прежде всего, печеночная недостаточность, почечная, сердечная, ноговая, расстройство сердечно-осудистой системы и так далее. Ну, и, конечно, заодно это уже нужно уважать, эти наши комплексы. Вообще, философия компании – это клеточная терапия. То есть, улучшение, вообще говоря, обмена веществ. Что такое обмена веществ? То есть, что-то должно подъехать к клетке, клетка должна получить все, что ей необходимо и вызвать свою продукцию. Свой продукт – гормоны, ферменты, какие-то белки, какие-то аминокислоты, какие-то соединения химические и так далее. То есть, клетка должна работать. Но она работает в том случае, когда получает полноценное абсолютно питание. Ну, и всех, конечно, нас заботит вообще здоровье. Здоровое сердце, здоровый мозг, здоровая пищеварительная система, и кости, и суставы. И поэтому с помощью наших продуктов, пейпио, это все достижимо. Потому что это натуральные биологические продукты. Это путь как бы естественного здоровья и благополучия, восстановления здоровья. Все дело в том, что дрожжет и пейпио готовятся из специальной уникальной смеси растений. Уникальной смеси растений. Растения, которые испокон веков применяются как лечебные. Растения, которые в настоящее время используются как лечебные. Так вот, смесь этих лечебных экстрактов, вытяжка, поступает в определенных дозах в наших дрожжах. В наших дрожжах. Вот уникальная совершенно смесь. Продукт не содержит никаких химических соединений. Никакого там добавленного сахара нет. Ничего не добавляется. Ну и оказывает конкретное направленное действие на какие-то определенные системы. То есть, либо на сердечно-сосудистую, либо на нервную систему, либо на гормональную систему, либо на костно-суставную, пищеварительную и так далее. То есть, есть дрожжи направленного действия. Понятно? Вам не надо принимать дрожжи, допустим, релакс, для того, чтобы заниматься коррекцией нервной системы, вместе с костно-суставными, для профилактики костно-суставов, вместе со слайдом. Правильно? Значит, направленного действия. То есть, мы принимаем определенное количество дрожжей. В маленьких количествах. В составе каждого дрожжей есть так называемые ключевые компоненты. То есть, лечебные экстракты с лечебным конкретным эффектом. Что и определяет направленность действия. Значит, есть ключевые лекарственные фрагменты, которые направлены на оздоровление той или другой системы. И кроме ключевых компонентов, с лечебным действием, с оздоравливающим действием, присутствуют так называемые нано-кластеры, группы, базовые, витамино-минеральные. То есть, они практически в каждом драже почти одинаковые. В каждом драже есть набор витаминов. А, В, С и так далее, со всеми возможными минералами. И они почти одинаковые. В инет это смысл с некоторыми особенностями. То есть, базовые витаминные комплексы. Ключевые, базовые витамино-минеральные, почти одинаковые. Понятно, что я сказала. Это очень важно мне объяснить. Почти одинаковые. Ну, скажем, только в ЖТС, может быть, группа В, побольше витаминов, чем в других. А в остальных одинаковые совершенно наборы витаминов и минералов. И, кроме того, в каждом драже и пиловском присутствуют вспомогательные компоненты. Это патока и лимонная кислота. У меня вопрос был из предыдущего разговора. Из предыдущего разговора. У меня от ЭПЛ, ваших драже, повысился сахар. Абсолютный абсурд. Повысился, не пейте. Значит, он вам нужен. Этот наш продукт. Но дискаритировать компанию, это совершенно неправильно. У меня от ЭПЛ повысился сахар. Такого быть просто не может. Понимаете? Да, абсолютно не нужно. А если это происходит, уберите. Это не ваше лекарство. Не ваше средство. Так вот, патока, это сироп из кукурузы, вываривается до густого раствора сахарозы. Сахароза, сахарозу в этот густой сироп добавляют лимонную кислоту для загустения. Для загустения, чтобы сформировать вот эти вот конфетки, эти самые дрожжи. Лимонная кислота органическая, она участвует в образовании энергии клеток. Поэтому никак не может быть вредна ни вспомогательной компоненту, ни патока, ни лимонная кислота. Я об органических кислотах чуть попозже тоже сейчас скажу подробнее. Ну, во всяком случае, вот в каждом из наших дрожжей есть ключевые компоненты, которые вам, допустим, нужны по какому-то поводу. Есть помогательные одинаковые во всех. И есть базовые элементы, из которых составляют витаминно-минеральный комплекс. Которые тоже везде одинаковые. Это важно понять. Важно понять. Вот, я уже упоминала, что нанотехнология используется для приготовления наших дрожжей. И преимущество нанотехнологии в том, что, используя такие очень маленькие частицы и в очень малых дозах, нанотехнология позволяет, на меня смотрим, нанотехнология позволяет соединить несоединимые витамины, минералы и лекарства. Поняли, что я сказала? Да. Ну, наверное, каждые витамины химические получал. И показано, что это можно, это нельзя. Правда? Назначают вам В1 сегодня, В2 завтра. Почти уникально. Совершенно неправильно. Но, во всяком случае, есть несоединимые лекарства, есть несоединимые витамины, есть несоединимые минералы. Скажем, железо и кальций тоже антагонисты. Поэтому в наших продуктах, полученных с помощью нано-кластеров, групп, нано-комплекс, отсутствует вот этот вот элемент, который противоречит другому химическому производству. Мы получаем с вами такой комплекс уникальный витаминно-минеральных продуктов, в том числе биофлавоноидов, панки, оксидантов, и так далее, те же аноничные кислоты. Не в виде молекул, некоторые лекарства, и витамины, и минералы, они попадают к нам не в виде молекул, а в виде информационной энергии. В виде информационной энергии, снятых с этих лекарств. Поняли, что я говорила? То есть, если не соединяются сами молекулы, то мы снимаем с них информационную энергию. Сейчас объясню, что это такое. Вот я, когда пришла, все никак не могла понять, что это аккумулированные дрожжи, значит усиленные. Ну, что это обыкновенные витаминно-минеральные комплексы, чем они усилены-то? Аккумулированные усилены. Да он чем не усиленный? В конце концов, докопалось, что, оказывается, используется информационная энергия. Я у Куликова спросила. У Куликова спросила. Я один раз его видела, один раз с ним разговаривали. И я спросила, скажите, присутствует информационная энергия? Он говорит, да. И она уже начинает работать в ротовой полости. То есть, мы взяли в рот с вами дрожжи, и уже работает информационная энергия впереди этих молекул, этих витамин. И направляется именно в больной орган. Представляете, какое преимущество, да? А что позволяет информационная энергия? Вот чем она усиливается? Меняются связи химические, активируются биохимические процессы, активируется обмен веществ в целом. Под действием, так сказать, ну, вот в этой, значит, силе. Я должна сказать, что информационная энергия, она используется уже, применяется уже давно и изучается давно. Весь 20-й век изучали и пытались ее применять и использовать. И в медицине тоже. И в медицине, в частности, вот многие десятки лет, лет 30, работает с кулачев. Академик. С кулачев? С кулачев. Ну да, слышали, наверное, есть такие капли с кулачев или изобетилами, называется. Так вот, эти капли не имеют ни одной молекулы. Чистый информационный препарат. Это не гомеопатия. Гомеопатия в разведении. Там присутствуют молекулы в малых комиссиях. А здесь чистая информация, снятая с лекарства. Снятая с лекарства. Так вот, офтальмологи в институте Геремгойца два года уже используют этот визометин. Эти капли после операции получают отличные результаты, меньше осложнений, менее грубый рубец после операции на глазах и более быстрое выздоровление у людей и более легкое течение после операционного периода. Но как бы то ни было, медицина тоже работает. Вообще был проведен биологический опыт. Что это такое же вообще такая за сила информационная? Значит, проведем опыт. Брали две пробирки. В одном лекарстве, в другом вода. Обматывали одним концом медной проволоки с лекарством и вторым концом с водой. И в условиях слепого опыта перемешивали как что. Брали эти пробирки и выясняли, что вода обладает точно таким же лечебным свойством, как и лекарство. Понятно, что это происходит? Вот для того, чтобы не получилось так, что как будто это электромагнитная запись, ну как на магнитопоне, электромагнитная запись с лекарства на угол, применяли, использовали оптоволокно, которое не передает эти электроэнергию, электромагнитное действие. Значит, и получили точно такой же результат. Точно такой же результат. Вот информационная энергия изучается, естественно, и в медицине, и применяется. И в наших аккумулированных гараже присутствует эта информационная энергия. Вот я бы хотела сказать еще одну такую штуку. Что это такое информация? Это определенная сила, направленная против дезорганизации и хаоса. Скажите, при болезни, при раке идет дезорганизация в клетках. Клетки находятся в абсолютном хаосе. При любом воспалении абсолютный хаос. Есть больные, старые, здоровые. И все это. Что значит хаос? Что значит дезорганизация? Да дело в том, что клетка как магнит. Каждая клеточка имеет плюс и минус. И они выстроены вот-вот в такую цепочку. Правильно? Друг за дружкой. По правилам. А когда какая-то болезнь, ну, лучше, к примеру, из каши, как рак, то получается вот такая вот каша. На основании чего мы и определяем. Так сказать, извините, что здесь произошла деградация клеток. Микроз, распад идет клеток. И они перевернуты своим плюсом и минусом. Кстати сказать, магнит в медицине не запрещен. И очень широко используется, используется в офтальмологии, и онкологами, и травматологами. Потому что когда приседать, даже при патологии костно-станной системы, и если вы приставите к пояснице или к коленке магнит, то боль постепенно-постепенно начинает, постепенно начинает уходить. То есть не сразу прямо вот обезболивание наступает, но обезболивание наступает, снижение боли, но полностью, потихонечку, вот это вот выстраивание плюс к плюсу, минус к минусу, или плюс, минус, плюс, минус, вот эта вот цепочка направлена, она восстанавливается. Значит, вот видите, и магнитная сила тоже помогает даже при раке. даже при раке. И при воспалении особенно. Я подвернула себе ногу, но еле дошла до дома. Господи, и у меня магнит есть большой. Помните, такие были репродукторы? Раньше которые на улице. У них вот такой здоровый магнит. Такой силой. Какой-то такой кошмар. И я этот магнит приложила к этой ноге, но буквально через 5 минут встала и пошла. Ни у кого отёка, ни у кого развеяния. Всё боль прошла ликвидировать. Вот что творит действие. Но это магнит. А мы говорим с вами об энергоинформации, которая исходит от каждой живой клетки. И, кстати, каждая неживая клетка, каждая неживая структура, скажем, камня, металл, они тоже обладают определенной аурой. На этом основано действие амулетов, оберегов, челознорных, которые сохраняют в себе какую-то энергоинформацию и придают человеку определенную силу. Но, как бы то ни было, вот энергоинформация, эта сила направлена против дезорганизации и хаоса, против воспаления и против рака. Понятно? То есть конкретно уже эта сила действует и так. Кроме витаминов, минералов и так далее, мы имеем еще вот какой эффект. колоссальный. Значит, информационная энергия вообще обладает неограниченной проникающей способностью, может проникать через любые препятствия со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это скорость света в пустыне. Скорость света в пустыне. То есть мгновенно. Проникает через любые препятствия. И вообще действие этой информационной силы просто поражает воображение. По телевизору показывали кино. Смотрел больной с аллергией. И вдруг показывает ржаное поле, и он начинает чихать. Но аллергия – это не информационное заболевание. Аллергия всегда связана с воспалением, с инфекцией. А здесь у него на картинку, на информацию, началась вот эта реакция, как аллергическая чихань. Но неадекватная. Потому что чихань и слег за это избавление от аллергии, от аллергена. А здесь вот просто такое воздействие информационной силы, но просто бесподобно. Вы представляете? По телевизору смотрят на жилое поле и начинают рыдать. Но это же удивительная, удивительная сила. Так вот, конечно, эта информационная вся эта сила изучается. И мы с вами как бы даже причастны вот к такому процессу. Я вот это рассказываю вообще говоря впервые. Потому что, ну и я все-таки хирург, а не биохимик, не химик, не биолог. Это совсем не одно и то же. Но я четко себе представляю, что организм человека это единое целое. Это одна цель последовательных биохимических реакций. И, конечно, мы с вами участвуем в образовании этих нуждаемся, либо когда чего-то не хватает для нормальной работы этих биохимических реакций, либо что-то мешает работать этим реакциям. Ну, как бы то ни было, мы имеем с вами возможность еще использоваться вот и информационной энергией. Что еще сказать? Я когда пыталась рассказывать вот про эту информационную энергию, я знаю много, но жалко время. Вы суть поняли, да? Что у нас есть такая вот еще структура в этих дорожей, которая помогает избавиться от разрушенных клеток, вопросов, воспалительных энергий. Все потом. Все потом. Я пыталась муру рассказать вот это все про информационную энергию, он говорит, господи, понимал бы, плакал бы. Вы ничего не помнили. Конечно. Я очень надеюсь, потому что это украшает наш продукт, а в интернете это какие-то информационные таблетки, это дрожжи, они вообще не работают, это филиппинограмма, там ничего нет, кроме сахара. Представляете? Но такая глупость. Ну, просто какой-то кошмар. Это люди, которые либо завидуют, либо не понимают, либо вообще хотят просто навредить. Потому что, ну, нормальные люди не могут как категоричными быть, правда? Я могу что-то не понимать, но утверждать, что я не понимаю, я не могу, но не могу. Значит, мы вообще с вами в последнее время обогатились многими знаниями, в том числе и мы понимаем причины нарушения клеток. Ну, некоторые причины нарушения клеток. Почему? Почему мы болели? Я первые две лекции говорила о том, почему мы болели, в чем дело, зачем нам нужны эти аккумулированные дрожжи. и мы с вами говорили о том, что одна теория возникновения, то есть одна теория причин возникновения современных болезней, это дефицит. Дефицит витаминов, минералов, микроэлементов, биоплавоноидов, органических кислот, неорганических кислот, и мезоминимых кислот, и жирных кислот, и так далее, и так далее. Короче, биологически активных веществ. Дефицит. Чего-то не хватает. Не может нормальный человек бояться. Правильно? Когда в нем все есть, у него все в порядке. А учитывая, что наш организм, это единое целое, я уже говорила, что это цель биохимических связей. И если по этой теории дефицита какой-то элемент убрать, его не хватает, его не хватает, то цель прерывается, и прерывает, и начинает болеть весь организм. То есть страдает сам военный орган, но при этом страдают и все остальные в той или иной степени. Но если инфаркт миокарда у человека и крови, кровь не разгоняется по всему организму, сердце только болеет, а страдает-то весь организм, правильно? Прежде всего сосуды мозга. Поэтому мы с вами говорим о том, что, конечно, дефицит того или иного элемента, казалось бы, и совсем даже и для нас и неважного, и тем не менее, может быть и очень важным. Вообще в организме существует в работе клеток, в физиологии существует определенный закон, шерептон, все или ничего. Выпадает один элемент, рвется вся цель, капутанка, извините, на этих, как они называются? Ну да, значит, вот, удивительное дело, но эскимосы Гренландии на севере, на севере, вообще почти не болеют и почти, и вообще не болеют раком. Эскимосы Гренландии, поняли, что я сказала? Почти не болеют вообще и очень редко у них бывает рак. Стали изучать, естественно, и научные исследования их крови, их организма показало, что у них в крови, в клетках очень много омега-3 незаменимых жирных кислот и очень много антиоксидантов. Так вот, вторая теория, вторая теория вознедновения причина после дефицита это накопление свободных радикалов. То есть, того, чего не надо в организме, что вызывает поражение в клетках свободных радикалов. Вообще, у эскимосов в крови очень много омега-3 рыбьего жира, понятного в принципе, натурального. Они там и едят этих тюлени, рыбу, и все и так далее. И очень много антиоксидантов. Зачем она нужна вообще говоря, омега-3. Омега, она включается, во-первых, в биохимический процесс синтеза энергии внутри клетки, и кроме того, создает такую плотную защитную защитную мембрану, капсулу. Клетка находится в плотной защитной капсуле. и вот эта омега закрывает все те дырки и ликвидирует все те кислоты, это называется жирные кислоты омега-3, которые вызывают рак. Понимаете? Поэтому они вообще не болеют раком и почти не болеют никакими другими заболеваниями. Так вот, врачи антиоксиданты называют чистящими по второй теории, то есть очищение от свободных радикалов. Что такое свободные радикалы? Это неспаренные электроны, лагорода или кислорода. Вы можете увидеть это собственную глазами, что там происходит в организме, когда накапливается в организме свободные радикалы. Почему нужны антиоксиданты? Значит, вот наш биохимический процесс, весь обмен веществ в организме, это непреремные биохимические реакции, окислительные, восстановительные реакции идут. Значит, при некоторых окислительных процессах, при некоторых окислительных реакциях остается как бы незавершенная формула, молекула с несвязанным атомарным либо кислородом, либо водородом. На меня смотрим, просыпайся. Это очень важно понять. То есть неспаренный из чем электрон водорода либо кислорода активный. Они в таком виде существовать не могут. То есть что-то не хватает завершиться вот этой биохимической реакцией, так он и торчит отдельно. Они становятся агрессивными, когда они ни с чем не связаны. и кислород и водород и они приклеятся к здоровой клетке вызывают гибель и старение этой клетки. Что происходит вообще под действием этих свободных радикалов кислорода или водорода мы можем увидеть собственными глазами. Каждый из вас обрабатывал перекись водорода когда-нибудь ранкой. Что на руках остается? как ожог белый но это ожог это погибшие клетки они потом просто связали. То же самое происходит это действие чистого кислорода атомарного кислорода который родяется из перси из перси так вот то же самое происходит в нашем живом организме внутри что это значит значит что вот это значит агрессивные неспаренные электроны водорода телекислорода то есть привязывается к здоровому клетку и вызывает ее гибель ожог этой клетки вызывает все она погибает и вообще мы с вами стареем и умираем не год за годом а клетка за клеткой представляете что делают антиоксиданты которые связывают вот эти свободные радикалы ученые называют их чистильщиками организма антиоксиданты антиоксиданты закрепляют клетку глухо в коробочке сидит эта клетка и делает свое дело антиоксиданты вокруг все чистят от этих свободных радикалов они поэтому и не болеют что в наших дрожжах в наших дрожжах везде ну не просто антиоксиданты а мы называем вообще биофлавоноиды и антиоксидантные свойства обладают многие витамины минералы цинк и прочее но у нас есть вообще сильнейшие антиоксиданты с многокомпонентным действием биофлавоноиды которые оказывают очень многокомпонентным действием как ни одно другое не одно другое средство ну вот вот несколько слов о водороде о водороде водород вообще жизненно важный элемент и совсем недавно стали его признавать жизненно важным необходимым в организме правда водород не только кислород мы всегда знаем что кислород всем необходим но водород тоже необходимое средство скажем у младенцев очень много водорода у взрослых он в определенных нормах и постепенно все уменьшается и уменьшается но это очень важный элемент этот водород составляет одну треть углеводных молекул и обеспечивает связи между клетками информационные связи между клетками и водород помогает росту и размножению клеток развитию клеток и то есть нельзя говорить что нам водород совсем это тоже важное жизненно важное элемент ну вот как бы то ни было как бы то ни было я уже сказала что я то просто врач друг далеко не биохимик и не биолог и многое не понимаю и как Сократ в конце жизни сказал я знаю что я ничего не знаю могу сознаться я конечно что-то понимаю но этого совсем недостаточно вы знаете когда вот знаешь вот столько то вот сколько не знаешь да а если знаешь вот столько еще больше не знаешь познание увеличивает скорбь становится кажется что ты полный дел начинают где нет мертвы обязательно нужно опять что-то что-то смотреть но не ухаживаются в голове тем более все эти современные я вот вам рассказываю про информационную энергию я рассказываю в отделении врачу даже не даже не рассказывайте нас это не касается вся эта ваша продукция это для дураков ну вот такое Violin вы знаете дело давним в том для того чтобы вот это сказать это надо выучить это надо изучить в это надо поверить вы понимаете это надо плюнять проверить а потом еще иметь право рассказать поделиться таким опытом своими знаниями вообще опытом поделиться не знаниями можно это дело личное знаете как артист молодой молодой выходит весь вот такой вот рассказал все что ему надо и скакал в уборке а я выхожу и жду тишины мне нужна обратная связь нужно видеть ваши глаза что вы меня понимаете то есть опыт это все равно дело личное это невозможно сделать 10 раз операцию один сразу в порту и сто раз делаешь то первое будет плохая так вот бесконечные вот это вот навыки навыки до автоматизма могут только гарантировать качественность и сказать что я умею но как бы то ни было мы с вами сейчас говорим вот о таких серьезных вещах как аккумулированная грошка у меня все равно надо много знаний хирургия это какое-то бесконечное опознание вы представляете я выхожу из операционной то что несколько больных идет обычно и и сразу реанимацию посмотреть вывезли перед этим больном и сразу знаете как он там в каком состоянии захожу реанимацию в палатку не сестер не возьму а я чуть не села вообще между котиками думала что-то вот так за штурки ругляды нет здесь психоз неадекватность после наркоза после стресса после всех этих курсов хорошо что он не вышел в окно вы представляете и меня узнал вот я его смотила давай быстрее ложись у никаких разговоров ну а как он резал конечно от этих детей интересмен устроили на улице друг с другом прощались со реанимации больной после операции ну два часа прошло вы представляете я здесь поглядывает а я вообще в обмороке какой-то кошмак ну вот это же надо знать что теперь с ним делать я должна понимать что с ним произошло я думаю мне нужно чтобы он был живой не как это гривен на 3 недельно доносить до конца месяцев а мне нужно чтобы сейчас данный момент он ничего не случилось ничего не сделать просто даже не выпил ничем вы понимаете даже воды реанимацию система стояла все вытащи на все и стоит на ногах спокойно говорит ну в общем вот такой вот вы знаете когда-то академик амосов говорил бойтесь врачей они хорошо лечат никого еще не сделали здоровым так вот наши аккумулированные дрожжи можно назвать с полным основанием средства которое сделает человеку построить человеку собственное здоровье она в ваших руках вы сами этим руководите это натуральные аккумулированные виражи с помощью которых естественно можно восстановить свое здоровье вот удивительное дело но не за горами уменьшение пенсии сейчас говорят что уже разговор идет о 70 годах конечно это фантастика но тем не менее ученые доказывают ученые доказывают да и мы с вами в жизни встречаемся что как только человек ушел из производства из своего социума расцвете сил работать заработать он через два месяца начинает уже бегать по поликлиникам от врача к врачу и получать кучу лекарства еще через полтора месяца два месяца просто умирает от депрессии понимаете поэтому поэтому конечно конечно вопрос а вообще пенсионном сроке он должен быть индивидуальный зависит от профессии соответственно и зависит от состояния здоровья желание человека если приходит какой-то вот но не всем представить 70 правда и все очень и хочется ползать на работу все таки тут много нужно но очень социальных проблем много вот должна быть какая-то социальная ответственность не просто всех поголовно директор решил и вы до свидания учительница врач кто кстати сказать вот все кто занимается интеллектуальным трудом культура медицина образование у них вообще не должен стоять вопрос о возрастном цензии это наш наш интеллектуально интеллектуальный фонд их нужно хранить и беречь меня надо хранить и лечь этих людей молодые люди молодые люди и образованные казалось бы сейчас образование платное каждый может купить себе диплом и не просто купить диплом понимаете это даже простое это упрощение дело в том что он приходит на экзамен и его не сдаёт он получает 500 долларов получает оценку и до свидания за фармакологию за анатомию за биохимию за хирургию за терпию за глазные болезни за все на свете за травму и так далее в конце он получает диплом мы обязаны вызвать человека диплом прошел весь курс всех этих самых всем уже особенно особенно люди с кавказа любят привозить все на свете так сказать этим своим учителям и удивительно но очень много у нас и хирургов и невропатологов и психиатры адвокаты очень много кавказской специальности это еще с советских времен деньги большие вы понимаете большие были деньги а сейчас всем все доступно не только те которые так сказать хотят могут и умеют а вообще ну медицинский так медицинский папа заплатит или мама там заплатит отсюда и берутся вот эти вот вот эти вот так сказать удивительные доктора дело в том что мне звонит сын сыну 56 лет полковника младенка ман срочно приезжая вы прям щас скоро что случилось теща к ним приехала скулами там такой кубаноид легче перепрыгнуть чем обойти это какой-то кошмар и говорит ей плохо и вызовите скорую помощь пока я приеду неизвестно что с ним случится там все может быть я прилетаю к своей скорой помощи приезжает скорее стоит скоро забегаю там сидит доктор уже измеряет давление измеряет давление а нужно измерить вот тут сбоку потрогайте все здесь нет никакого и она вот тут измеряет давление а нужно измерить вот тут сбоку потрогайте она у вас у всех здесь артерия бьет вот на внутреннем углу этого ромба у всех под рукой пальчик тут поставьте на тут рядом так представляете если вот тут измерять давление а особенно больного при шоке вообще будет все по нуля ничего нет а у этой 110 70 я же можно я перемею она такая вся обиженная я измеряю я бы 180 на 110 разница есть не могу на скорой помощи даже измерить как реальное давление я говорю я говорю а пульс на шее у нее как нормальный напряжение частота а